Раз, два, три. Добрый день дорогие друзья. Компания Директ Медиа и проект Директ Академия рада вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре с удивительным автором, докладчиком Натальей Модестовной Логачевой, доктором экономических наук. Я кандидат экономических, а Наталья Модестовна доктор. И это удивительно то, что она согласилась с нами сегодня встретиться, рассказать нам, ну как сейчас модно говорить, 10 главных ошибок. На самом деле, если их посчитать, их бесконечное количество может быть. Она просто сгруппировала и готова нам сегодня это представить. И зависли, и зависли. Кто завис? Кто завис? Хорошо ли слышно, Ольга Вячеславовна? Нормально все, мы не висим, мы нормально работаем. Если что, будем перезагружаться, Наталья Модестовна. Итак, вы видите эту замечательную презентацию, эту замечательную женщину, коллегу Наталью Модестовну. Вы сами узнаете о том, насколько она может нам всем помочь. Когда ее послушать, я больше не буду ее пиарить, я достаточно ее хорошо изучил сам. Но теперь оценивать и судить вам. Наталья Модестовна, мы рады послушать ваши приветствия и ваш доклад. Добрый день, коллеги. Я включила микрофон. Наталья Модестовна. Я включила микрофон. Уважаемые коллеги, пожалуйста, просигнальте, слышно ли меня. В чате поставьте, пожалуйста, плюсы. Отлично. Сейчас не фонит звук? Нет, не фонит. Камеру выключите, включите. Она у вас зависла. Сейчас все в порядке. И видно, и слышно. Любовь Владимировна, спасибо за подсказку. Ну что, будем начинать? Вот кому-то тихо. Добавлять звук. Давайте немножко добавим. Сделайте свой звук погромче. Да, 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 я добавила. Сейчас лучше стало. Коллеги. Да, лучше, окей. Большое спасибо вам за помощь и поддержку, что мы разобрались с техническими вопросами. Это замечательно. Давайте тогда будем начинать. Мне очень приятно, что у нас так много собралось в этот день. Я не знаю, как у вас. У нас сегодня очень холодно. За окном минус 35 градусов. И поэтому очень приятно, когда в такую погоду не надо никуда выходить, а можно прямо так сесть в компьютер и встретиться с коллегами и провести приятное время. Ой, у вас минус 53. Даже не верится, что такое существует, Лиля Сергеевна. Все мы, видимо, потихонечку замерзаем. Давайте согреваться на нашей встрече, чтобы было всем и полезно, и тепло. У нас перед началом вебинара звучала прекрасная музыка, которая, я надеюсь, создала вам замечательное, позитивное настроение. Хочу, чтобы оно у нас с вами сохранилось на протяжении нашей встречи. Хотя тема наша, конечно, такая серьезная, кажется, что очень такая, ну, требующая внимания и так далее. Я хотела бы как раз ее преподнести вам немножечко в ином свете, чтобы было, появилось снова ее ощущение, что ли, придать ей немножко другой вкус этой теме. Потому что мы достаточно часто, когда говорим о работе над диссертацией, мы как бы думаем, что, ой, как это все сложно и так далее. Я вот хотела бы сегодня предложить по-другому посмотреть на эту тему, чтобы мы ее как-то по-новому ощутили. Почему я решилась поговорить с вами на эту тему? Давайте чуть-чуть познакомимся. Меня зовут Логачева Наталья Модест. Я доктор экономических наук. То есть то, о чем я буду сегодня вам рассказывать, это мой опыт, это опыт моих коллег замечательных, это опыт моих научных руководителей и консультантов, который, в общем-то, интегрировался за этот промежуток времени огромный, за который я готовила эти диссертации, мучилась сначала, а потом научилась получать удовольствие от этого. И поэтому мне очень хочется сегодня с вами поделиться теми наработками, которые у меня возникли за время подготовки этих двух диссертаций. Я их писала по разным специальностям, поэтому вторую диссертацию я начинала абсолютно с нуля делать. И поэтому очень много таких моментов, через которые пришлось пройти и найти выход, вот как раз о них может быть, может быть, о тех проблемах, ошибках, с которыми я сталкивалась, и когда я их осознала, мне стало легче. Поэтому я надеюсь, что я, может быть, помогу вам хоть немножко взглянуть на эту тему так, чтобы она стала вам легче, скажем так. Давайте чуть-чуть тоже, вот у нас чат такой живой сегодня, это так здорово, давайте тоже немножечко познакомимся с вами. Напишите, пожалуйста, из какого вы города и являетесь вы аспирантом или докторантом. То есть просто для того, чтобы я соориентировалась вообще, какая у нас сегодня компания собралась. Больше люди, которые кандидатские пишут или которые уже докторские пишут. Аспиранты, докторант, аспирант. Ой, коллеги, как это прекрасно. Я вам даже чуть-чуть завидую, что вы еще в процессе, а я уже закончила. Отлично, просто отлично. Замечательно, замечательно. Большое спасибо. У нас сегодня такой большой чат из-за того, что нас так много, что я, естественно, не буду перечитывать, кто откуда, но просто мы видим, что у нас такая география замечательная. Мы настолько из разных мест, и вот это онлайн-вещание, оно, конечно, совершенно в этом смысле потрясающее, потому что каждый у себя, и в то же время мы вместе. Это очень здорово. Давайте тогда еще чуть-чуть со всем познакомимся. Может быть, даже вы познакомитесь больше с собой. Я хотела бы задать вам один вопрос. Юрий Николаевич, благодарю. Ответьте, пожалуйста, вот на какой вопрос. Какие параметры, по вашему мнению, в первую очередь влияют на результативность подготовки и защиты диссертации? Вы окошечко опроса видите? Уважаемые коллеги, вот, отлично. Голосование началось замечательно. Очень бы хотелось, чтобы мы сегодня время провели с пользой, и, соответственно, чтобы мы с вами поработали так активно, чтобы каждый ушел с чем-то вот таким, знаете, с запасом, с новым. Обращаю ваше внимание, что в вопросе много ответов, и если вы вниз немножечко продвинетесь, то там еще парочку ответов увидите. Посмотрите, может быть, они вам покажутся тоже важными. Еще буквально несколько секундочек посмотрим на опрос, на ответы. Замечательно, что мы видим ответы в интерактивном варианте. Отвечаем. Здорово. Ну вот у нас проголосовало сейчас 60 человек. Коллеги, пожалуйста, подключайтесь, чтобы вам самим было интересно, и чтобы все-таки мы максимальную пользу смогли от нашей встречи получить. Замечательно. Давайте пока еще кто-то голосует, пробежимся. Уже понятно, что в качестве приоритета выделяется, приоритетного параметра выделяется обоснованность доказанных положений, лидирующее у нас значение имеет этот параметр у большинства ответивших, и правильное понимание технологии написания, подготовки и защиты диссертации. На самом деле, когда мы сегодня этот опрос делали и вносили в такой вот вид, то стало понятно вообще, что все вот эти вот параметры, они в той или иной мере очень-очень важны. Безусловно, какие-то из них большее значение имеют, какие-то меньшее значение имеют. Но вот посмотрите, пожалуйста, в нашем опросе есть такой параметр, как ваше умение коммуницировать. Вот он вообще никем не был отмечен. Мы чуть-чуть позже... Изображение не совпадает. Татьяна Викторовна, какие-то проблемы с просмотром. Все остальные, я надеюсь, меня нормально видят и слышат. Значит, что касается вот этого пункта, мы чуть-чуть позже о нем как раз, кстати говоря, поговорим. Что касается вот наших ответов, того, что мы с вами сейчас увидели. На самом деле, безусловно, я совершенно согласна с участниками, которые сказали, что очень важна обоснованность положений и тех предложений, которые вы вносите, будете предлагать и так далее. Но, безусловно, очень важна технология, то есть очень важно понимание того, как мы должны будем двигаться дальше. Вот к тому, чтобы мы замечательно, мы сформулировали прекрасную новизну, прекрасные предложения у нас есть, но нам их нужно продвигать. Да, мы сейчас уберем опрос и будем двигаться дальше. Соответственно, почему мы решили провести этот вебинар? Дело все в том, что вот общение с моими коллегами, которые в большом количестве присутствуют и тоже на разных этапах находятся, кто-то пишет кандидатскую, кто-то докторскую, кто-то уже вообще бросил это дело. Многие говорили о том, что очень не хватает вот такой, знаете, поддержки не с точки зрения научного консультанта, научного руководителя, который, безусловно, сущностно, содержательно вас курирует, а вот такого бы человека или такого бы коллектива какого-то людей, которые бы отвечали на те вопросы, которые, ну вот, возникают чуть ли не каждый день, и, в общем-то, неудобно дергать кого-то. Я вспоминаю себя в период написания особенно кандидатской диссертации, когда абсолютно с такой же проблемой сталкивалась, и действительно было как-то, ну, неудобно тревожить научного руководителя, и приходилось справляться самой. Так вот, задача этого вебинара и курса, о котором мы потом будем с вами говорить, состоит в том, чтобы вам помочь. Во многом помочь технически, то есть объяснить, как это делается. Кроме того, постараться показать вам, что на эту ситуацию надо просто немножко по-другому посмотреть, и она тогда становится как-то легче, и результат появляется намного проще и лучше. Поэтому, безусловно, давайте поговорим об этих ошибках. Я назвала, конечно, вебинар, что это ошибки. На самом деле это не в смысле, что там кто-то из нас такой плохой, вот, допускает ошибку. Ни в коем случае. Это просто такие моменты, на которые стоит обратить внимание для повышения эффективности работы не только над диссертацией, но и вообще своей работы, связанной с подготовкой диссертации. Итак, первая ошибка – это отсутствие цели. Но, наверное, большинство из вас скажет, ой, Наталья Модестовна, что-то вы ошибаетесь. Цель у нас как раз есть. Цель у нас великая и замечательная – защити диссертацию. Поставьте, пожалуйста, в плюсики в чате, кто так считает, что у него цель есть, цель защитить диссертацию. И это вообще замечательно. О, Елена Валентиновна, ну вы прямо смотрите в самую точку. На самом деле, конечно, защитить диссертацию – это цель с точки зрения, ну, так скажем, деятельности. Да, конечно, мы же не просто ее так пишем ради того, чтобы ее написать. Самое главное, для того, чтобы у вас изменился подход к этой диссертации, у вас должна быть своя личная цель. Цель – помочь обществу. Великая цель, замечательная цель. Но я сейчас хочу сказать немножко о другом. Я прошу вас подумать. Вот, знаете, если сравнивать, например, желание ребенка, когда ему что-то хочется, у него прям вот он хочет, 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 хочет. Вот цель, связанная с работой на докторской или на кандидатской диссертации, должна быть у вас точно такая же. То есть, понимаете, цель должна давать вам энергию. Работа на диссертации – это длительный процесс. И поэтому, если у нас цель просто написать работу, просто, ну вот, мне сказали, что если я напишу диссертацию, я, может быть, стану, допустим, там, не знаю, заведующей кафедрой или там еще что-то. Ну, вот это меня как-то не заводит с точки зрения того, чтобы наполнить меня энергией года на три, что называется, вот этой работой заниматься ежедневно. Поэтому ваша задача, если у вас вот такой цели, мотивирующей действительно цели, нет, мотив, стимул, цель, которая бы вас вот заводила, давала вам силы, давала вам веру в себя, это очень-очень важно. Кажется, ну что тут это, вот вы просто заметите, что как только вы посмотрите на этот процесс написания диссертации вот с этой позиции, как только у вас появится такая цель, то вам сразу этот процесс покажется более легким, более, знаете, такой, таким интересным, привлекательным, потому что, да, мы сейчас об этом поговорим, безусловно, привлекательным, потому что будет найти верную мотивацию, все верно, все верно. То есть ваша цель не должна быть, во-первых, целью других людей, которые вам что-то там вот рассказали, и у вас вдруг в голове это застряла идея какая-то, да, это должно вас стимулировать, вас мотивировать, вас греть, и тогда это начинает работать, тогда вы действительно можете начать получать удовольствие от этого. Давайте посмотрим, что за вторая ошибка у нас возникла с написанием, она тоже возникает у большого количества людей, которые работают над диссертацией. Назвала я ее, возможно, как-то так странно, но я сейчас ее вам опишу, и станет все понятно. Непонимание своей деятельности, о чем это я? Вы встречали, наверное, таких людей, которые пишут диссертацию, допустим, и вы спрашиваете у человека, а ты чем сейчас занимаешься? Он говорит, я занимаюсь наукой. Это совершенно потрясающий ответ, он действительно верный, человек действительно, который готовит диссертацию, он занимается наукой. И вот здесь вот на слайдике два таких кадра. Один – это человечек, который такой символический человечек, который занимается наукой. Он молодец, он проводит исследования, он их анализирует, все отлично. А рядом на кадре находится диссертация. Это мои диссертации, одна из них кандидатская, а вторая докторская. Дело все в том, что до тех пор, пока вы думаете, что заниматься наукой и готовить диссертацию – это одно и то же совершенно, прогресс, он вообще такой медленный и такой трудный. Надо эти понятия развести. Я ни в коем случае не хочу сказать, что, например, написать докторскую диссертацию, возможно, без научного исследования. Конечно, нет. Все мы с вами читали положения, присуждения ученых степеней. Кто не читал, почитайте. И вы там увидите очень интересные формулировки. Да, докторская работа – это действительно работа, которая готовится, защищается на основе научных исследований автора. То есть, безусловно, подразумевается наличие научного исследования. Если вы прочитаете, если вы аспирант, и вы внимательно прочитаете формулировку, а что такое кандидатская диссертация, то вы выясните, что там в этой формулировке вообще слова-то научного исследования, такой фразы, ее даже нет. Потому что кандидатская диссертация – это такая научно-квалификационная работа, более того, как вам известно, кандидатский уровень сейчас, да, да, это квалификационная работа, научно-квалификационная работа, потому что у нас сейчас аспирантура является третьим уровнем высшего образования, она даже у нас теперь не относится к категории подготовки научных кадров. Поэтому, к сожалению, да, к сожалению, увы, я согласна с вами абсолютно, но давайте будем как бы вот, ну, реальность это в глаза смотреть. Поэтому научное исследование мы, естественно, проводим, и, соответственно, мы должны четко-четко понимать, что диссертация – это некий продукт, продукт того, что вы в своем научном исследовании сделали. Исследование может быть шикарным, но если вы продолжаете заниматься наукой и не используете никакую технологию создания продукта, то есть диссертации, это исследование может быть просто, ну, оно у вас останется как исследование. Поэтому вот обязательно нужно четко представлять, что это не совсем одно и то же, и у себя это в голове держать, когда вы осуществляете подготовку диссертации. Следующая ошибка, о которой мне хотелось бы поговорить, и сегодня в чате очень классно, когда люди, которые находятся вот сейчас в группе, настроены вот именно на это же, да, уже прозвучало это слово – удовольствие, удовлетворение. Обычно, когда разговариваешь с людьми, да и когда я сама писала кандидатскую диссертацию, мне это было совершенно свойственно, когда мне люди говорили, а тебе нравится вообще то, чем ты занимаешься? В смысле, как мне нравится? Я просто пишу кандидатскую, что от этого еще удовольствие какое-то, что ли, можно получать? Ну, вот я решила, что я ее напишу, ну, вот пишу, мучаюсь. Как мы говорим, кандидатскую написать – это же очень трудно и так далее, да, или там, а докторскую – это совсем тяжело. Тем не менее, тем не менее, надо все-таки постараться получать от этого удовольствие. Ну, конечно, вы скажете, легко сказать, а как это сделать? На самом деле сделать это не так и сложно. У нас у всех есть какие-то виды деятельности, которые нам приносят это удовольствие, удовлетворение, вам нравится, когда вы этим занимаетесь. Кому-то нравится слушать музыку, кто-то любит гулять, кто-то любит там с ребенком время проводить и так далее. О чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что за время написания вашей диссертации вы ни в коем случае не должны об этом забывать. То есть не надо делать так, как будто диссертация стала единственным делом в вашей жизни. И когда вы забыли обо всех и обо всем, что вам раньше нравилось, и сидите целыми днями и только подготавливаете, что-то делаете, уже устали вообще от всего и так далее. Старайтесь это удовольствие вводить в вашу жизнь, даже тогда, когда вы работаете на диссертации. Если вам нравится, включите музыку. Если вам нравится двигаться, делайте паузы. Поработали час над диссертацией, сделайте себе там танцевальную минутку или физкультурную минутку. Не забывайте о том, что это важно. Важно и соответственно... Так, в чате появился вопрос. Коллеги, можно я все-таки договорю про ошибки и потом вернусь к вопросам, чтобы мы немножко нить не потеряли, да, если вы не против. Давайте вот так вот сделаем, потому что я боюсь, что я буду как бы разрываться между чатом и тем, о чем я говорю. Да, я просто вижу вопрос, я обязательно на него отвечу. Значит, соответственно, когда мы говорим вот об этом удовольствии, не надо об этом забывать. Почему? Потому что работать на диссертации вам придется долго. И поэтому, конечно, вот этот момент очень важен, не забывайте его учитывать. Третья ошибка, которая, она, опять же, она не ошибка, мы просто этим как бы пренебрегаем, да, недостаточно практики. Что я имею в виду? Дело все в том, что, конечно, мы диссертацию не пишем 10 раз в жизни, да, но я хочу сказать, что у разных людей есть разный опыт, например, написания статей, выступлений, обработки, там, статистической информации, вообще проведения исследований. И поэтому мы недостаточно часто в этих сферах, которые, безусловно, нужны во время подготовки диссертации, мы недостаточно часто в этих сферах практикуемся. То есть что мы делаем? Надо написать статью для галочки, мы ее взяли, написали, вот, допустим, для того, чтобы защитить кандидатскую диссертацию, у нас сейчас установлен норматив, официально прописан, три статьи ваковские, и там, по ограничению совета, дополнительно определенное количество статей, сколько их нужно. И как мы рассуждаем? Ну, я же уже написал вот это, вот, я больше писать не буду. Не надо, надо писать, надо писать. На курсе мы чуть позже поговорим о курсе, и, соответственно, я объясню, как это делать и так далее, да. Вот, но на самом деле практика очень важна. Чем лучше вы будете писать статьи, может быть, вы сейчас только задумываетесь, надо вам писать диссертацию или не надо, или вы уже аспиранты сталкиваетесь с этой проблемой. Пишите статьи, пусть они сначала будут не очень хорошие, на ваш взгляд, ничего страшного. Все приходит с опытом. Точно так же, как бегуны, да, если вы бежите на короткую дистанцию, это одни навыки нужно развивать, если на длинную, другие. Поэтому вовлекаемся в это все, пишем статьи. Кроме того, безусловно, когда вы дойдете до финала, самым кульминационным моментом будет защита. И, следовательно, к этому моменту нужно прекрасно знать свою тему, владеть ею, говорить на эту тему, отвечать легко на вопросы, уверенность в себя, чтобы вас не трясло во время защиты, да. Для этого нужно во время подготовки диссертации использовать любую возможность выступить по поводу вашей темы, где угодно, где угодно. На конференциях, на заседаниях кафедры, попроситься на какой-нибудь учебно-методический семинар, например, или выступить там со своим докладом у коллеги на семинарском занятии, или на лекции, если ваша тема как бы входит в рамки его курса и так далее. То есть наработать в том числе практику выступлений, для того, чтобы когда вы дошли до защиты, у вас вообще с этим проблем не было. Да, еще лучше на чужой кафедре. Вообще желательно выступать там, где... Сначала, конечно, выступайте, обязательно нужно сформировать ситуацию успеха, чтобы вы один-два раза выступили где-то, вам понравилось, и тем, кто другие, например, вас слушали, им понравилось. И тогда, конечно, можно начинать с аудитории, которая вам близка. В принципе, надо стараться выступать на чужую аудиторию, потому что когда вы будете защищаться, естественно, люди, которые будут сидеть в совете, не все будут вам знакомы, и поэтому будет такой некий дискомфорт того, что, ну, как-то не очень привык я. Кроме того, у многих людей, которые пишут диссертации, большинство из нас – это преподаватели, существует такое, ну, ошибочное или искаженное понимание, что так я каждый день захожу на лекции, семинары, да я вообще все прекрасно рассказываю. Замечательно, вы, возможно, рассказываете великолепно лекции, проводите семинары, но вы общаетесь со студентами А, и вы не говорите по своей теме Б. Поэтому обязательно говорить именно по своей теме и обязательно говорить в аудитории, близкой к той, которая будет вас потом слушать. Поэтому это, конечно, будут не студенты, это будут доктора наук, поэтому, естественно, вам нужно в большей степени вот на такую публику учиться выступать. Пятая ошибка – это или невозможность, или нежелание, или неумение погрузиться в тему. Что значит погрузиться в тему? Это значит, когда вы в любой момент времени можете вспомнить, на чем вы остановились, в своем каком-то рассуждении, в своем повествовании и так далее. То есть это такая ситуация, когда вы настолько мобильны, что у вас появилась какая-то минута, там, 15 минут, 30 минут свободного времени, вы можете легко включиться в этот процесс, в процесс подготовки диссертации, и хотя бы какой-то небольшой шажок в этом процессе сделать. Если вы постоянно выпадаете из темы, то для того, чтобы было что-то, вот какое-то, чтобы продвижение было вообще, нужно сначала вспомнить, о чем это я там, и что я это делаю. Дело и так далее и тому подобное. Поэтому погружение в тему – это обязательное условие для того, чтобы вам легче давалось вот это движение. Следующая ошибка – это неверный настрой. В каком смысле он неверный? Бывают такие ситуации, когда человек думает, ой, да я сейчас сяду к компьютеру, прям, что называется, как на музыкальном инструменте сыграю мелодию, точно так же начну отбивать слова, и вот у меня диссертация полилась рекой. Бывает другой настрой, когда человек считает, что, ой, это так сложно, это он сейчас будет вот, как он это будет писать, это вот надо прочитать, там, я не знаю, 300 источников, и потом вот только начать что-то делать. Соответственно, ни тот, ни другой настрой, как бы он такие, это полярные варианты, да, нужно настроиться на то, что да, это процесс достаточно сложный, это процесс по времени, трудоемкий, кроме того, это процесс длительный, то есть это годы, и поэтому, естественно, нужно настраиваться, это очень все тяжело, это тяжело, да, именно поэтому настрой замечательный, когда вас поддерживают, когда вас поддерживают дома, когда вас поддерживают коллеги, и когда, если вам не хватает этой поддержки, очень важно, чтобы вот были какие-то единомышленники вокруг вас, которые могут ее вам организовать. Это может быть либо люди, которые тоже с вами учатся, там, в аспирантуре, например, или, может быть, это ваш научный руководитель или научный консультант. Это вообще очень здорово и классно, когда вот этот настрой у вас сформирован верно, то есть когда вы не ждете легкого результата, но и когда вы не утяжеляете этот процесс искусственно. Нормальный процесс, смотрите, сколько людей защитили диссертации, поэтому у вас тоже получится, но то, что это будет не быстро, не молниеносно, это точно, и поэтому это нужно иметь в виду. Следующая ошибка – это отсутствие плана. Я полагаю, что сейчас все скажут, ой, так какое отсутствие плана, особенно вот мы аспиранты, например, у нас там такой план, мы чуть ли не на все годы, и в общем-то там попробуй только этот план не сделать, там сразу начинаются проблемы и так далее. Я сейчас опять же говорю не об этом плане, я говорю о том плане, который является работающим планом. То есть а работаете ли вы по тому плану, который вы сделали, который вы подготовили? Вы его подготовили для того, чтобы в рамках него действовать или для галочки, потому что отдел аспирантуры запросил этот план, и вот ничего не остается делать, надо сесть его и придумать. Вот этот момент очень важен, друзья мои, потому что если план вас не продвигает к цели, это плохой план, его нужно переписать, переделать, и надо, чтобы этот план включал в себя все виды деятельности, которые вы будете делать. И как раз-таки такой рабочий план нужно писать не по той схеме, которую вам предлагает отдел аспирантуры, например, который мы делаем как бы а-ля для галочки, а этот план нужно писать, либо согласовывая его с научным руководителем, если это активный человек, и он вам помогает, включается в этот процесс, дает дельные рекомендации, либо если это человек, который статусный, он просто вас будет продвигать дальше, а вы самостоятельно проходите этот путь, то это такой план, который вас будет двигать к цели, а не просто написан и будет мертвым грузом лежать. Итак, что касается следующей ошибки, это неготовность, возможно, или, не знаю, непонимание, может быть, того, что можно делать маленькие шаги. Что значит маленькие шаги? Мы иногда недооцениваем некоторые виды деятельности. Ну, допустим, вы провели какое-то исследование, у вас есть результаты исследования, они у вас занесены там, я не знаю, вы его делали в рамках какой-то специальной программы, его надо вы... Так, уважаемые коллеги, но это бывает, техническая ситуация, вы не переживайте. Интернет, видимо, перегружен. Сейчас Наталья Модестовна снова к нам зайдет. Пока она это делает, уважаемые коллеги, поступили вопросы уже по моей... ко мне. Вот, Тихонова. Давайте-ка я покажу... покажу дискуссию, формат дискуссии. Вот. Наталья Константиновна, какие вы хотите разъяснения по техническому сопровождению выступления на вебинаре? Я готов все вам рассказать, уважаемые коллеги. Наталья Модестовна сейчас вернется, я ей могу только... только в Facebook. Вот она, я вижу, в Facebook и сидит. Ага, вот она, Наталья Модестовна... Здравствуйте, Наталья Модестовна. Видите, я не успел предупредить, что это бывает, но вы уже вернулись. Число участников допустило... не я, Латинин? А нет, я отвечу в конце. Я передал Наталье Тихону, Наталье Константиновне, просьбу уточнить ее вопрос по техническому сопровождению, а сейчас возвращаю вид в режим... в режим... Спасибо. То есть это такие шаги, которые нам не кажутся ценными в рамках... в рамках, вот, знаете, подготовки, казалось бы, о, это диссертация ведь, а тут всего лишь какая-то табличка. На самом деле, безусловно, эти шаги будут, которые кажутся нам не очень значимыми, не очень интересными, не связанными вообще с наукой и так далее, и тому подобное. Тем не менее, эти шаги обязательны, и поэтому их нужно делать, они будут позволять вам видеть какой-то результат сразу. Вы вот одну табличку сделали, ее вставили в текст, она у вас уже есть, у вас уже полстранички текста есть. Появилось 30 минут свободного времени, вы сели, ее проанализировали, записали этот текст, и вы уже двигаетесь, хотя у вас не было там целого дня, которого вы с утра до ночи сидели, и что-то работали над конкретной там, над пунктом или главой, но вы уже продвинулись. И поэтому это очень-очень важно, вот такими маленькими-маленькими шажками, раз у нас путь длинный, то мы вот эти маленькие шажки тоже без внимания не оставляем. Следующая ошибка – это односторонний взгляд на подготовку диссертации. С чем эта ошибка связана? Она, конечно, чаще всего связана с подготовкой кандидатской диссертации. Конечно, докторанты уже такую ошибку не допускают. Большинство аспирантов считают, что когда мы работаем на диссертации, то мы пишем только диссертацию. И вся наша деятельность заключается в этом. На самом деле это, конечно, не так. На самом деле это такой многоаспект, когда вы делаете и то, и другое, вы должны писать статьи, причем статьи совершенно конкретные, по требованиям определенным. Кроме того, вы должны выступать на конференциях, вы должны учиться вообще обрабатывать научный материал, который у вас есть. То есть очень много вообще-то видов деятельности, которые включаются в то понимание, когда мы говорим подготовка диссертации. То есть это не один текст работы. И поэтому, когда человек занимается только текстом диссертации, он потом через какой-то промежуток времени обнаруживает, что он что-то упустил. И какие-то вещи затормаживаются. Например, публикации не опубликовали. Я вот написала, вроде все публикации отправила, а их нет. А потому что надо было этот момент учитывать, его во время планирования работы тоже рассматривать этот вид деятельности. И тогда бы этой проблемы не было. Поэтому, конечно, нужно четко понимать, что это разные виды деятельности включаются в наш процесс подготовки диссертации. Ну и ошибка, которая последняя у нас ошибка, из тех, которые я считаю очень важными, это отсутствие единомышленников. Единомышленником может быть ваш научный руководитель. Это может быть ваш коллега. Это может быть любой другой человек, который не просто вас поддерживает, а который может вам помочь. Реально. То есть, который вас либо поддержит содержательно, он, например, в теме. Может быть, это какой-то коллега, который занимается вашей же темой. Или это человек, который технически понимает, как это делать. И когда у вас есть вопросы, он готов вам прийти на помощь. Он вам готов сказать, так делай вот так, а так лучше не делай. Начни лучше с этого, а вот это оставь на потом. И если вот таких людей рядом нет, то иногда становится очень сложно одному идти вот этот путь. И поэтому, естественно, когда мы допускаем вот эти ошибки, то нам даже иногда никто на них не покажет, не скажет, что, слушай, да ты вот так вот не делай, это же неправильно. Смотри, как ты долго с этим сидишь, возишься, это вообще второстепенно, займешься этим потом. Да, судьба. Кое-то сегодня замечательно. У нас чат вообще, друзья. Спасибо за то, что вы так реагируете на все. Это здорово. Давайте теперь посмотрим, какие же ошибки допускаете вы. Есть ли они у вас? Или, может быть, вы вообще такие профессиональные, которые вообще безошибочно идут по своему пути, и, соответственно, эти ошибки вас вообще нисколько не удивили, вы вообще о них знали, думали всегда, и, в общем-то, они для вас были очевидны. Будьте добры, в опросе ответьте, пожалуйста, какие ошибки вы у себя увидели. Коллеги, пожалуйста, нет опроса. Опрос пропал. Все ясно. Я смотрю, что не голосуют люди. Давайте тогда в чате это сделаем. Да, почти все ошибки. Согласна с вами, Ксения Александровна? На своем опыте помню, да, фактически все ошибки мы допускаем. Михаил Павлович, вам повезло. Я вас поздравляю. Поздравляю. Значит, у вас есть или научный руководитель замечательный, или вы вот такой прозорливый человек, что вы все это знали. Повезло, да. Мне вот на докторской тоже повезло. Судьба свела. Совершенно с вами согласна. С моим научным консультантом я тоже считаю, что меня свела судьба. Давайте еще буквально минутку, друзья, посмотрим опрос. Да, Игорь Владимирович, разные есть люди. Разные. Да. Итак, посмотрите на результаты опроса, да. Посмотрите, у нас нет ни единой ошибки, которую бы, ну вот прям вообще никто не допустил. То есть это на самом деле такие ошибки, которые, ну их просто действительно не всегда заметишь. И поэтому здорово, что мы сегодня о них поговорили, и вот они для вас теперь стали более явственными. И мы чуть-чуть позже с вами поговорим, как их преодолеть, вообще что с этими ошибками делать. Да, как с ними бороться. Юрий Николаевич, я не вижу, мы еще голосуем или уже закончили? Мы закончили, можно анализировать. Делайте выводы с Натальей Амадовской. Да, 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 давайте. Итак, у нас проголосовало 53 человека. Да, да, да. 53 человека. И посмотрите, какие у нас результаты. Давайте найдем самую часто встречающуюся ошибку. Не контактируем с людьми, имеющими опыт подготовки. Не делаем простых шагов. Это правда, потому что мы считаем, что тут только сложные шаги нам могут помочь, что все так сложно, прям вообще сложно. Что еще? Нет удовольствия от работы над диссертацией. Ну, это вопрос вообще. Большая часть людей считает, что ее и не должно. Какое удовольствие? О чем вообще вы говорите? Должно быть удовольствие? Обязательно, обязательно. Но и недостаточно практикую. Но где-то лень, где-то нет времени, где-то еще что-то. Это действительно очень важно. И поэтому, конечно, вот эта практика, она как раз и приводит к тому, что когда вы доходите до результата, он становится ярким. И сам результат приносит вам удовлетворение, потому что вы уже ничего не боитесь, вы уверенно себя чувствуете. Вы получаете удовольствие. Вот, я сделал эту работу. Посмотрите, какая это работа качественная, какая она замечательная. Ну, давайте будем двигаться дальше. Что же дальше делать с этими ошибками? Чуть позже я проговорю об этом. И мы прям с вами сегодня же, я очень хочу, чтобы вы с вебинара уже ушли вооруженными, да, и мы чуть позже над этими ошибками поработаем. А пока я хочу вас пригласить, учитывая, что мы с вами выяснили, что отсутствие единомышленников – это трудно. Я вас как раз хочу пригласить в нашу группу. В группу единомышленников с профессиональным проводником. Это, знаете, как в альпинизме, да, без проводника сложно или невозможно. Так вот, я приглашаю вас в такую группу, где я, как ваш проводник, поводырь, как угодно назовите, проведу вас, помогу вам, подскажу, научу, поддержу, буду вас вдохновлять, если это потребуется, потому что не всегда мы это сами можем себе организовать такой момент, да. И я вас приглашаю на наш курс, который называется «Диссертация в стиле рок-н-ролл». Мы не случайно сегодня сначала слушали такую замечательную заводную музыку, под которую просто невозможно сидеть спокойно, сразу же хочется двигаться, сразу становится как-то весело, интересно, легко, и кажется, что, правда, какие проблемы, встал да сделал без всяких проблем. Я хочу, чтобы у вас после этого курса именно такое ощущение и осталось. О чем этот курс? Я на слайде показываю вам те темы, которые будут в курсе. Я не буду их перечитывать, вы их видите. Я буквально кратенько обращу ваше внимание на то, что эти темы посвящены абсолютно разным видам деятельности, которые включаются в деятельность аспиранта-декторанта. То есть этот курс не только про то, что как написать диссертацию, оформить ее, про новизну, про методологию, это все очень-очень важно. Но я опять же хочу, чтобы вы чуть легче к этому отнеслись. Это тоже в какой-то степени игра, это тоже в какой-то степени, ну как, не зря же люди, которые прошли через это, говорят, ну это же театр. Ты, да, главное действующее лицо, ты должен выучить роль, ты должен правильно двигаться по сцене, ты должен говорить правильные вещи и так далее. И даже не сама защита, а вообще весь этот процесс, он должен быть немножко легче. И поэтому все темы, которые мы, они не случайно так, может быть, не очень серьезно даже названы, названы специально для того, чтобы облегчить ваше восприятие. Я в курсе буду говорить очень просто, и курс этот будет абсолютно практический. Я знаю, что у всех аспирантов есть курс, или он называется по-другому, но чаще всего это методология научных исследований. И соответственно, люди, каждый аспирант ходит на эти лекции, слушает их и может сказать, что так я же это все знаю. Вот курс, на который я вас приглашаю, это совершенно другой курс. Я не буду вам рассказывать очень много каких-то теоретических вещей. Абсолютно все, что мы с вами будем говорить, это будут практические вещи. Даже когда мы будем говорить об абсолютно научных вещах, там как методология, методы, критерии научности, например, мы будем говорить о них абсолютно, исходя из практической их применимости. Как сделать так, чтобы по этим критериям пройти, как сделать там вот это и так далее и тому подобное. Поэтому курс имеет абсолютно прикладной характер. И чему он вас научит? Что вы сможете делать после того, как пройдете этот курс? Во-первых, вы сможете провести аудит не только своей диссертации, но и вообще той работы, которую вы сделали, и понять вообще, что вам дальше-то делать. Может быть, кто-то из вас находится в ситуации вообще выбора, может вообще все бросить уже. И поэтому для того, чтобы понять, стоит бросать или еще можно спастись, и идти вперед, и достичь результата, то обязательно нужно этот аудит провести явно. Диссертации, причем не сущностный план, который вы, естественно, с научным руководителем разрабатываете и так далее, а именно план всех видов работ. Вы не просто сами будете его разрабатывать, вы прямо с этими планами уже с курса уйдете, они у вас уже будут готовые, и, соответственно, вот эти вот планы будут абсолютно работающими. Мы с вами их будем обсуждать, эти планы и так далее и тому подобное. По поводу литературных источников, вы знаете, я сама сталкивалась с этой проблемой. Ну, когда ты пишешь кандидатскую, ну, еще куда не шло, ну, там 100, 150, у кого-то 200 источников, ну, как-то еще можно представить, как это все переработать в своей голове и так далее. Ну, когда вы пишете докторскую, которая вообще может быть в двух томах у людей, и когда там по 400 источников, например, ну, вообще не погибнуть в этом количестве источников, как вот сделать так, чтобы все-таки было вроде бы и много литературы, но чтобы вы ее смогли переработать, ведь вы сейчас знаете о том, что нельзя заполнять список источников теми источниками, которые вы не процитировали или не использовали в диссертации. Даже когда я защищалась еще в 2013 году, и были старые требования, в любом абсолютно диссертационном совете вам бы сказали на тот период, что 80% источников надо процитировать в работе. Поэтому, естественно, вот как это все организовать, мы об этом тоже с вами будем говорить. Что касается технологий, я говорила в самом начале, что написание диссертации – это работа, это как производственный процесс, это ты берешь вот это, делаешь вот это, получаешь вот это. И поэтому технология, она очень-очень важна. И, соответственно, когда мы говорим о том, что бывает вот такая-такая-такая технология, что иногда бывает? Что когда вы приходите к научному руководителю своему, то, безусловно, вы делаете то, что он вам говорит. Вот он вам сказал, пиши по пунктам, вы пишите по пунктам. Но на самом деле, на самом деле, я стала отвлекаться на чат, у вас там так интересно. На самом деле нужно выбирать такую технологию, которая вам подходит, которую вы можете, вообще говоря, выдержать и использовать ее. Поэтому мы подберем каждому технологию, которая будет ему близка, которая будет его вести к его результату. По поводу публикаций. Безусловно, тоже мы часто готовим публикации, которые, опять же, ну, надо опубликоваться, но опубликовался. А вопрос о том, а где я это буду использовать в диссертации, а смогу ли я это взять и так далее, то, безусловно, вот мы не всегда это задумываемся, особенно, когда статью нужно написать как-то срочно. Быстрее, быстрее какой-то там, кто-то вот там куски из готовой диссертации уже почти что вырывает, да, кто-то там что-то быстренько придумывает. Мы разберем, как это делать так, чтобы это было результативно, а не просто, опять же, публикация для галочки. Что касается автореферата. Автореферат – это вообще отдельная, скажем так, работа. И если раньше, опять же, когда я защищалась еще, казалось бы, немного времени прошло, но очень разные подходы были. Сейчас намного сложнее и более конкретные требования, да, и поэтому, конечно, нужно вот на все это обращать внимание. Что касается автореферата, раньше все говорили, «Господи, да кто будет читать твою диссертацию?» Ну, прочитают ее там 10-15 человек, и все. А автореферат будут читать многие, и поэтому его нужно сделать вот конфеткой. Сейчас уже нельзя так сказать, потому что и авторефераты, диссертацию, значит, сколько там человек посмотрит, вы даже предположить не можете, потому что все висит в открытом доступе, и, соответственно, вы можете, как бы вы должны написать так, чтобы вы, ну, и раньше, конечно, не стыдились за то, что вы сделали, но тем не менее это открыто для всеобщего доступа, это нужно иметь в виду. И поэтому, согласна, согласна, все должно быть вкусным, и автореферат, и диссертация. Ну, и седьмой, точнее говоря, пункт, это, безусловно, мы проговорим абсолютно детально о том, что вас ждет до защиты, то есть, когда мы с вами еще движемся в процессе, какие технические моменты нужно пройти, в том числе процесс предзащиты, например, который, ну, по мнению моих коллег, которые прошли защиту, по моему мнению, этот процесс намного более неприятный, чем сама защита. И поэтому к нему надо правильно готовиться, вы будете контактировать до защиты с всевозможными людьми, такими, как официальный оппонент, представители ведущей организации и так далее. Поэтому, безусловно, безусловно, вот этот момент очень важен, мы об этом будем говорить, в том числе о том, как настроиться на выступление, как подать это, для того, чтобы вы были уверены, спокойны и так далее. Особенности этого курса состоят в чем? Это семь живых вебинаров. Что значит живых? Конечно, мы будем каждый находиться в своем городе, но живые, это значит вебинар, как сейчас, то есть, когда вы задаете вопросы, когда вы получаете ответы, когда можно прям свои боли вот эти сразу же решить все, да, и кроме того, безусловно, это поддержка потом, когда вы можете во время выполнения домашних заданий, которые тоже в курс обязательно включены, вы можете как бы спрашивать у меня, я вам, безусловно, буду отвечать, помогать и так далее. Поэтому домашняя работа будет, домашняя работа будет не для галочки, не так, как иногда мы студентам даем, чтобы их там занять, или чтобы они хоть немножко что-то почитали, да. Домашняя работа будет исключительно по вашей диссертации или потому, что нужно знать, для того, чтобы ваша защита была успешной. То есть каждый будет работать со своим для себя. Если я вам нужна, буду в помощь, вы меня будете привлекать. Если нет, вы мне только будете результат показывать своей деятельности. Если нужно, я вам помогу, там подкорректирую что-то. Если все нормально, то, соответственно, выполняйте самостоятельно. Ну и, безусловно, мы составим с вами ваш индивидуальный план завершения диссертации и ее защиты. То есть какие шаги вам нужно будет сделать, и, в том числе, как эти шаги осуществить максимально для себя просто, скажем так, да, и максимально эффективно. Что касается этого курса, я уже говорила, что он начинается 23 января. То есть мы с вами встретимся после праздников, уже в новом году, год красного петуха, яркий год, который, может быть, и станет годом защиты вашей диссертации. Срок обучения 7 недель. Мы будем встречаться 1 раз в неделю, для того, чтобы вам это было не напряженно, для того, чтобы вы спокойно успевали сделать домашние работы, и, соответственно, чтобы это было вам полезно. Это достаточно длительный промежуток времени, для того, чтобы вы ощутили реальную поддержку, осуществили реальные шаги в направлении к результату. Что касается полной стоимости, вы ее видите, это 4800 рублей, но так как мы с вами сейчас в таком замечательном предновогоднем периоде находимся, и, конечно, очень хочется, мне вообще очень хочется, чтобы вы сделали себе такой новогодний подарок. Знаете, себе надо делать подарки. Может быть, стоит не купить там лишнюю кофточку, или лишнее там, лишнее чего-то там, но сделать себе подарок и дойти до результата. Потому что, конечно, курс – это просто ваш инструмент для того, чтобы вы достигли его. И поэтому я вас с удовольствием приглашаю на этот курс, и чтобы мы с вами могли рассмотреть ваши ошибки, поработать над ними и найти выход из этой ситуации, которая вас беспокоит. Опять отвлекаюсь на чат, но сейчас я уже к нему потихонечку буду переходить. Значит, что касается участия в онлайн-курсе, этот онлайн-курс позволит вам сделать вот этот прорыв. Если вы остановились, застряли, не знаете, куда вам двигаться, то, соответственно, я вас поддержу, помогу, и вот дам какие-то такие советы, которые вам в дальнейшем помогут двигаться уже самостоятельно, вы уже будете более четко понимать, как, что, зачем, в какой последовательности и так далее, и тому подобное. Поэтому с удовольствием приглашаю вас, надеюсь, что наша компания будет такая же активная, как сегодняшняя наша компания, и будет она результативной. Что касается моего обещания, что мы сегодня поработаем прямо на дошипками. А вообще я очень хочу, чтобы вы чаще всего, когда люди приходят на вебинар, они так послушали, сказали, да, вообще-то неплохо, вот это мне понравилось, вот это не понравилось, вот это вот мне понравилось. И все. И после этого нет никакого действия. А я очень хочу, чтобы вы как-то продвигались все, не важно, придете вы на курс, не придете, но чтобы вы хотя бы вот эти ошибки, чтобы вы проработали. Поэтому что я вам предлагаю? Уважаемые коллеги, пожалуйста, возьмите сейчас блокнот, или листочек, или, я не знаю, там, какой-то, может быть, планшет, что куда вы можете записывать, возьмите ручку, если она кому-то нужна, и давайте прямо сейчас. Вот я не случайно назвала этот слайд, исправляем ошибки сейчас. Я прошу вас сейчас прям для себя, вы же это для себя делаете, я-то не вижу, делаете вы это или нет. А сделайте, пожалуйста, это для себя, чтобы вы с результатом ушли. Давайте с вами сейчас определим цель, которая вам дает энергию. Пишем, молодцы, Ксения Александровна, молодцы, что вы пишете. Вот, знаете, кто-то сейчас скажет, ой, ну ничего себе, я раньше вот не определяла цель, а сейчас я вот за какие-то там 30 секунд цель, что ли, смогу определить. А вы представьте, что у нас сейчас мозговой штурм. Вы пишите все, что вам приходит сейчас в голову. Это часто бывает очень продуктивными моментами, когда вот вы не особо вот так взвешивая, там предполагая, выписываете эти цели. Прямо пишите, 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 вот что вам в голову сейчас приходит. Возможно, это и есть как раз те цели, которые вас больше всего греют, которые вам больше всего заряжают, а они вам не приходят в голову именно тогда, когда вот вы задумались и вот серьезно подходите вот к этому вопросу. Поэтому, пожалуйста, пишите, пишите. Андрей Александрович, ну, может быть, может быть, у вас и так. Ну, почему Михаил Павлович? Он не шутит, наверное. Он так и думает. Почему нет? Хорошо, пишем, пожалуйста, коллеги, не ленимся. Теперь давайте ко второму пункту переходим. Итак, мы с вами говорили, что существует ошибка, когда мы смешиваем понятие заниматься наукой и когда мы говорим о подготовке диссертации. Вот пишите прямо сейчас вторым пунктом, только реально, только реально, сколько бы вы времени могли выделить именно для диссертации, не для занятия наукой, а для подготовки диссертации. Только постарайтесь все-таки это сделать реально. Опять же, давайте, друзья, реально, чтобы это было. Сейчас вы делаете все абсолютно для себя, вас проверять никто не будет. Просто ориентируем себя. Итак, переходим к третьему пункту. Замечательно. Вот пусть это будет хоть сколько, каждый по своим возможностям, но, пожалуйста, себе это пропишите. Отлично, просто прекрасно. Коллеги, с вами очень приятно, вы очень активны. Это просто здорово. Это значит, что все получится обязательно. Потому что не получается у неактивных, а у тех, кто включается, всегда все получится. Это вопрос времени. А как это ускорить? Мы в курсе все выучим, научимся и прям побежите по этому пути. Итак, четвертый пункт. Вспоминаем, у нас был четвертый пункт, что мы не тренируем способности свои. Вот мы, например, утром делаем гимнастику, может быть, кто-то не делает, может, кто-то пробежку, кто-то йогой занимается, например. А вот не тренируемся в написании статей и выступлений. Давайте будем тренироваться. Прямо сейчас, прямо сейчас, четвертым пунктом вы себе записываете. Какой навык у вас проседает, и поэтому какой навык вам стоит потренировать в первую очередь. Может быть, вы, например, волнуетесь перед выступлением, пишите, выступите, там, например, в январе месяце или в феврале месяце, там, допустим, два раза. Все, и потом найдете возможность. И попроситесь коллеги на, хотя бы там, на лекцию, например. Пусть это пока студенческая аудитория будет. Проявите инициативу. Там, я не знаю, на ученом совете, например, вот у нас практикуются на ученом совете выступления по научным исследованиям презентовать. Пожалуйста, на кафедре, заведующему кафедре скажите, сделайте, значит, пожалуйста, мое выступление, включите в следующее заседание. Все замечательно. Ой, спасибо огромное. Мне подсказывают в чате, что мы пропустили третий пункт, а это самый главный пункт. Итак, третий пункт. Коллеги, прошу прощения, возвращаемся к третьему пункту. Что для вас источник удовольствия? Найдите в этом, в том, что вы будете делать, то, что вас греет. Пишем себе под третьим пунктом. Буду включать музыку, буду подпевать, буду рисовать рисунки, какие-нибудь шаржи, пока у меня идея в голову не приходит, а я вот должна просидеть, вот за компьютером, я же себе сказала, да, вот вы-то сейчас написали, кто-то там 6 часов собрался там в неделю, или как сидеть, да, соответственно, вы, например, сегодня сели 2 часа, у вас уже мозг взрывается. Бывает иногда такое. То есть, что вы поделаете, чтобы себя в этом состоянии немножко поддерживать, что будет источником. Может быть, с ребенком поиграете, отдохнете, может прогуляетесь, но вы себе это позволите, вы себе дадите разрешение вот это делать. Отлично, продвигаемся дальше. Да, может быть, и физкультурой позаниматься стоит, отвлечься на 10-15 минут, может быть, уборку какую-то сделать, ведь всех разное вдохновляет. Поэтому это здорово, поэтому каждый на своем листочке себе пишет, что он будет делать для поддержания вот этого. Ой, Надежда Геннадьевна, вам везет. Значит, уже у вас и помощник прямо дома есть. Это здорово, отлично. Переходим к пятому пункту, да. Стараемся погружаться в тему. Пишем себе в пятом пункте, как вы будете поддерживать себя внутри темы, что это значит. Помните, да, мы говорили, либо вот то, о чем вы сейчас только писали, сколько мы... Я везете... Сколько вы времени этому посвящаете? Самое главное еще одно. Как можно чаще. Прямо вот сделайте этот вопрос вопросом повседневным. Если вы встречаете какой-то материал по своей теме, работаете со статьей, задавайте себе вопрос, как я могу это использовать для диссертации. Мы очень часто думаем, что для диссертации мы можем использовать только... Вот я, например, экономист, как будто только экономические вещи. Да почему? Нет. Я же могу посмотреть методику, например, чью-то и применить ее в своей сфере. Или еще какие-то. Да даже оформление могу посмотреть, как красиво оформить, например, наглядно оформить то, что результаты моих исследований, чтобы это как-то достойно представляло мою работу, и потом слайды, чтобы были красивые во время защиты. Это что же важно, на них же тоже обратят внимание. Шестой пункт. Создаем настрой. Факт, вот я написала, да факт не изменится. Факт того, что путь долгий, непростой и так далее, это безусловно, он таким и останется. От того, что вы сейчас измените настрой, вот как бы ваш путь не сократится, но изменится ваше отношение к этому пути. Он не будет для вас таким тягостным. Вам будет приятнее, вам будет проще, вы будете пользоваться поддержкой детей, вы будете слушать когда-то музыку, то есть вы будете жить в этот момент. Это очень-очень важно. Поэтому сейчас прямо себе фиксирую, что здесь мне нужно для моего настроя. Что вот я считаю, теперь я считаю, что диссертация это не так страшно. Следующее, следующее. Составляем реальный многоаспектный план. Конечно, сейчас мы это делать не будем, это займет достаточное время, поэтому сейчас мы сделаем просто. Вы себе этот пункт зафиксировали, и вот прямо сейчас, когда закончится наша встреча, вы выключите компьютер, или наоборот его оставите включенным, и попробуйте подкорректировать тот план, который у вас есть, для того, чтобы по нему действовать. Конечно, кто пойдет на курс, мы вам план составим, мы поговорим о нем, посмотрим, что важно, что второстепенно, на что больше обратить внимание. Но все равно надо сейчас уже начинать двигаться. Мы же говорили с вами, что очень важны маленькие шажки. Вот мы маленький шажочек с вами в этом направлении прямо сегодня уже делаем. Далее. Восьмое. Мы начинаем с вами делать. Некоторые люди говорят, ну я же стараюсь, я пытаюсь. Замечательно, отлично. Делайте. Прямо сейчас себе пишите, что вы будете делать в ближайшее ваше время, когда вы приступите к работе над диссертацией. Какой у вас план? Вы сядете писать текст, или вы будете писать, например, статью, у вас там поджимает, например, срок или что-то. Конкретное действие. Напишите, пожалуйста, в восьмом пункте, что вы лично будете делать. Девятое. Поднимаемся над ситуацией. Вспоминаем, что оказывается, не только диссертацией должен заниматься аспирант и докторант. Включаем сюда те вещи, которые вы выпускали из того, что мы с вами проговаривали, а вы, например, это выпустили, что вы забыли, например, что там нужно вот это еще сделать. Очень, кстати, большое время занимает, особенно на финише, работа с документами. Просто безумное количество времени занимает. Очень большое время занимает подготовка статей ВАК. Даже не ваша подготовка. Вы там, может, умничка сели, да и написали. А вот как эта статья быстро будет опубликована. Да, поэтому если вот у вас еще есть такая очередная статья, замечательно, замечательно. Первый параграф первой главы. Отлично, отлично. Пишем. Ну и десятый, десятый пункт. Уважаемые коллеги, я вас вот прям, вот как ваш добрый друг, приглашаю, контактируйте, пожалуйста. Не стесняйтесь, разговаривайте, ищите людей, которые вам могут помочь, присоединяйтесь к нам и так далее, для того, чтобы мы могли продвигаться, консультироваться и так далее. Итак, мы с вами работу над ошибками сделали. Я вас задерживаю, да, мы говорили про час. Извините, очень уж сильно хотелось, чтобы вы прям с чем-то ушли, с таким важным-важным. Итак, давайте еще последнее, последний опрос я хочу провести. И опять же, опрос, он в большей степени для вас, чтобы вы прочувствовали, а что для вас все-таки актуально сейчас. Я хочу посмотреть на эти проблемы для того, чтобы, когда мы встретимся в группе, чтобы вот под ваш запрос больше внимания уделить, чтобы я понимала, кому что актуально. Чтобы я не просто рассказывала то, что я вам хотела рассказать, а то, что вот вам. Отлично, голосуем. Голосуем, коллеги, пожалуйста, выбирайте. Тоже обратите внимание, вниз нужно еще прокрутить для того, чтобы увидеть другие варианты ответа. Можно написать свой вариант. Буквально еще несколько, полминуточки голосуем. Да, вот видите, какие у нас серьезные проблемы. Тоже, вот знаете, смотрю на результаты и вспоминаю абсолютно и свой перегруз, и недостаток времени, когда нужно выкраивать. И то, что не понимаем, в какой последовательности действовать, что сначала, что потом, как это все знакомо, друзья мои. 60 человек, 61 человек ответил на опрос. Давайте посмотрим, что у нас имеет самый высокий результат. Неясность последовательности моих действий. На самом деле, действительно, вот то, о чем я вам говорила, ведь вроде бы в аспирантуре нам дают этот курс методологии научных исследований, но все-таки он более такой теоретический, академический этот курс. Он обязательно нужен, обязательно. Но для того, чтобы понять, что делать, нужен курс практический, который вас научит именно вот этому процессу, технологическому процессу. Что, зачем, почему и почему именно в такой последовательности. Хорошо, хорошо. Я, наверное, закрываю опрос. Большое спасибо за ваши ответы, за то, что вы были так активны. Мне очень приятно было вообще сегодня вот с вами посотрудничать. Я готова вам помочь, я очень хочу вам помочь, потому что я вспоминаю, когда мне не хватало этой помощи. На слайде представлены мои координаты и группы ВКонтакте и на Фейсбуке, которые созданы специально под наш курс диссертации в стиле рок-н-ролл. Я приглашаю вас всех туда присоединяться. Помните, мы говорили о единомышленниках. Ну, коль скоро мы сейчас все с вами собрались, зачем же мы будем теряться? Давайте мы прям сразу туда и будем все присоединяться. Все присоединяться и общаться, потому что это очень важно, очень важно. Ну и, конечно, безусловно, я жду, буду очень рада увидеть знакомые, хотела сказать, лица, да, знакомых участников на курсе, для того, чтобы мы с вами могли этот прорыв сделать. Так, давайте включим режим дискуссии, а точнее, чата. Я начинаю говорить и переключаюсь в чат, потому что тут вообще такое захватывающее у вас идет обсуждение, комментирование. Уже благодарности, замечательно. Ну вот уже поздравляю с Новым Годом вас, благодарности. Вам спасибо за ваш настрой. Но я, чтобы вы не потерялись. Давайте я, наверное, по вопросам пробегусь. Или мы уже по времени все ограничены? Отвечайте, Наталья Модестовна. На каждый вопрос надо дать ответ, коротко, но дать обязательно. Вот красный на желтый специально выделял. Выделены. Освободить семью от напряжения. У меня это не вопросы. Так. Вы выделяли, да? Юрий Николаевич, сейчас попробую это все увидеть. 10 минут обед закончился. А меня слышно? Да, я вас слышу. Так, к сожалению, нужно бежать за работу. Вы выделили какие-то управляющие фразы. Ну, зеленые – это эмоции. А вот красные буквы на желтом фоне – это вопросы, которые нельзя пропускать. Ну, невозможно оторваться. Ну, это же не вопрос. Так. Большое спасибо за нужный ответ. Наталья Модестовна, вы слышите меня? Я не вижу. Я вас слышу. Но вопросы не вижу. Где-то они прокручиваются. Красные буквы на… Красные вижу. Красные буквы на желтом фоне. На желтом фоне. Красные буквы на желтом фоне. Отвечайте Наталья Модестовна. Мила Анатольевна, вот я вижу, задает вопрос. Я получила три патента по теме работы. Какой вес патента для конечного результата? Для конечного результата, Людмила Анатольевна, если вы еще не ушли, вы имеете в виду для защиты, насколько это важно, или для самой работы это важно? Вам, безусловно, браво. Это, конечно, потрясающий результат. Патенты учитываются, имеют такой же вес, как ваковская публикация, поэтому это замечательно. Это вообще здорово, что они у вас есть. Попытайтесь это как-то очень элегантно внутри своей работы представить и обязательно об этом упомянуть, что это ваша работа. Сейчас в диссертации очень важно подчеркивать все авторские моменты, которые вы сами делали. Так. Где еще вопросы? Сейчас, секунду. Коллеги, у меня что-то вот не прокручивается. Может быть, как же... Может быть, мне вот здесь лучше, не в большом, а вы его убрали, да? Юрий Николаевич, может быть, вы мне поможете, подскажете, какие вопросы заданы? Уж не хочется оставлять без ответов вопросы. А вы меня слышите, Наталья Модестовна? Вы меня слышите? Нет, может быть, у меня лучше сработало. Да, да, я вас слышу. Меня не слышите. Нет, я вас слышу очень хорошо. Вот теперь послушайте меня, дорогие коллеги. Наталья Модестовна тоже на все вопросы ответила блестяще. Был вопрос к нам, к организаторам. Я уже дал, по-моему, ответ. Все желающие, кто хотят обращаться, кто хотят стать такими же спикерами, подготовить свою программу, авторский онлайн-курс, выступить с вебинаром на любую тему. Обращайтесь ко мне, мы встретимся, познакомимся. Вот Наталью Модестовну, я где-то в июле не познакомились, проговаривали, общались. И вот, пожалуйста, результат. Автор выходит на авторский онлайн-курс. Лишь бы он был актуальный и качественный. Я вам обещаю, мы обеспечим полное профессиональное взаимодействие, техническую поддержку и рекламу всех авторов. Обращайтесь, обращайтесь. Вот мои координаты. Наталья Модестовна. Мне повторили вопрос. Михаил Павлович. Михаил Павлович задал мне вопрос. Второй раз, видимо, я его вижу. Давайте я на него отвечу. Да, Михаил Павлович, я веду аспирантов. У меня их двое. Да. Работаю с ними. Хорошо. Так, ну, я хочу еще добавить. Меня слышно, коллеги? Давайте перелеснем на предыдущий слайд. Вот группы. Как выйти на диссовет? Марина Петровна, это вопрос очень замечательный, но очень сложный. На диссовет, что значит выйти? Найти его или чтобы вас туда приняли? Это разные вопросы. Михаил Павлович, не защитилось еще никого, потому что у меня аспиранты первого года только отучились. Роман Александрович, замечательно. Значит, встретимся в ВКонтакте. Огромное спасибо вам, Михаил Павлович, за пожелания. Ну, я как-то не очень хочу, стремлюсь стать профессором. Эта цель меня не очень вдохновляет. Но почему нет? Чтобы вы приняли в совет, поняла ваш вопрос. Вот в этом моменте очень важна роль вашего научного руководителя. Людмила Анатольевна, вам нужно вот действовать все-таки не совсем самостоятельно, а постараться сначала поискать, поговорить с научным руководителем, чтобы он вам хотя бы порекомендовал те советы, в которых у него есть коллеги. Это очень важно. Вот если вы прям совсем с улицы придете, это будет достаточно сложным процессом. Хотя, когда я защищала кандидатскую диссертацию, я ее защищала в совете, в котором я никогда раньше не была, не присутствовала, ни на защите нигде, ни одного члена совета не знала. Я спросила у своего научного руководителя, он мне сказал, что вот езжайте, увозите работу вот туда. Поэтому вы начните сначала с того, чтобы спросить у научного руководителя своего. Если нет, то в ручном режиме. Заходите, ищите диссертационные советы, которые есть по вашей специальности, обзваниваете и договариваетесь. Это то, о чем я говорила, коммуницируем. Других вариантов нет. Уважаемые коллеги, нам пора заканчивать. У нас уже следующий вебинар по плану. Мы всех благодарим. Я хочу в заключении сказать, что по поводу речи, умения выступать в онлайн-курсе Натальи Модестовны будет очень хитрый прием, когда вы будете себя записывать и добровольно выставлять на коллективную оценку свои доклады. Это будет нечто интересное. Послушать разных спикеров, разных докладчиков и оценить, а потом переделать и переоценить. У нас есть еще немало других технологических и методических онлайн-приемов эффективного обучения. Но Наталья Модестовна, как вы видите, она отвечает за свои слова, особенно в конце у нее пошел интересный практикум. Я предлагаю вам сделать выводы самостоятельно. Наталья Модестовна, пожалуйста, ваше заключительное слово и мы переходим в следующий вебинар. Уважаемые коллеги, я вас благодарю за ваше участие. Мне было очень с вами комфортно и интересно. Вы такие активные. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом, чтобы год этот был не просто годом интересным, а годом результативным. Поэтому пусть все будет замечательно, так как вы хотите, и вам, конечно, движение вперед и обязательно достижение результата, чтобы вы его почувствовали. Я с вами тогда прощаюсь. Всех доброго. Спасибо, дорогие друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok